Добрый день, с вами Дмитрий Патреваев, портал CGScope и в этом видео, это будет не очень большое видео, в нем бы я хотел ответить на один интересный вопрос, который очень часто те люди, которые изучают компьютерную графику, как двумерную, так и трехмерную, по нашим видеокурсам, задают этот вопрос. Вопрос следующим образом звучит, а актуальны ли ваши видеокурсы в связи с тем, что уже большое количество новых версий программного обеспечения вышло. Вот как раз я бы хотел и порассуждать немножечко и пообщаться относительно этой темы. Дело в том, что видеокурс, в частности мы сегодня поговорим о видеокурс по графике трехмерной профессионалов 3D Max за два месяца, этот видеокурс был записан на базе программного обеспечения 3D Max 2011 версии. Сейчас уже актуальна 2016 версия и в скором времени выйдет 2017 версия. Так вот, соответственно, некоторые есть отличия, так как программа обновляется, меняются кое-какие вещи в ней, поэтому, соответственно, не все то, о чем в видеокурсе идет разговор, один в один соответствует программе. Вот как раз о этих изменениях я бы хотел сказать. Но вначале скажу вам следующее, что на данный момент где-то приблизительно 85% той информации, которую вы можете получить в видеокурсах, она актуальна. И вот как раз этой серии небольших видео я бы хотел компенсировать вот эти оставшиеся, оставшиеся это процентное соотношение, да, для того, чтобы 100% информации, которую вы получаете в курсах, вы могли применять, и она была актуальной. Значит, сам видеокурс по 3D Max, он покрывает довольно-таки большой объем информации. Мы начинаем с интерфейса программы, продвигаемся по инструментам моделирования, разбираем материалы, создание и манипуляцию с текстурами, UV-развертки, мы разбираем освещение, рендер, работу с камерами, разбираем некоторые вещи, связанные со спецэффектами, и также затрагиваем темы, связанные с физическими симуляциями, это частицы и симуляция динамика твердых и мягких тел, а также тканей. И вот, в принципе, большая часть вещей актуально и работает. Отличие заключается лишь в последнем блоке, связанном с симуляцией твердых и мягких тел. Дело в том, что в версиях программного обеспечения после 2011, уже, кажется, начиная с 2012, появился новый модуль симуляции физики. Этот модуль называется Physics от компании NVIDIA. В видеокурсе рассказывается о модуле Reactor, который до этого присутствовал в программах, поэтому там некоторые изменения присутствуют. Но я об этом постараюсь рассказать вам в следующих видео. А сейчас же я хотел бы рассказать о первой части, это вещь, связанная с интерфейсом. Это очень важный вопрос. Дело в том, что очень многие из обучающихся по моим видеокурсам спрашивают о том, какие изменения в интерфейсе произошли. Не все опции соответствуют тому, что рассказывается в видеоуроках. Поэтому я бы хотел показать вам те изменения, которые ввели разработчики, и как вы, соответственно, могли бы их обойти для того, чтобы вы информацию из видеокурсов могли актуально применять и без проблем ей пользоваться. Итак, давайте начнем. Я вам буду показывать и демонстрировать это на базе версии 2014, но это будет актуально и до версии 2016. Итак, сегодня в этом видео мы поговорим с вами об интерфейсе, об видеодрайвере, о том, какие изменения сделали разработчики, и как вы можете преобразовать их к тем, которые будут актуальны для тех знаний, которые вы видите в видеоуроках. В частности, в видеоуроках по пакету 3ds Max. Самое главное изменение, которое сделали разработчики, это то, что они ввели видеодрайвер внутри программы 3ds Max, который теперь носит название Nitro. И он, соответственно, ввел изменения некоторые, в частности, изменения в то, как выглядит это меню, как выглядят команды этого меню. И также в то, что теперь мы не так-то просто можем загружать фоновую картинку. Вот давайте начнем, например, с той же самой фоновой картинки. То есть раньше мы действовали довольно-таки просто. Я переключаюсь на вид сверху, Alt-W, для того, чтобы раскрыть его в полный экран. По комбинации Alt-B мы с вами открывали настроечку Background, которая позволяла нам загружать фоновую картинку в наше окно проекции, и дальше мы могли с ним работать. Здесь, в принципе, эта система осталась, работает точно так же. Единственное, данное окошко отличается тем, что нет одной очень полезной опции. Вот тут она должна присутствовать. Опция с названием Lock Zoom Pan. Это опция, которая позволяла нам блокировать фоновую картинку к манипуляциям с окном проекции. И при приближении и отдалении мы, соответственно, тоже приближали и отдаляли картинку. Это было очень удобно в ситуации, когда нам нужно ввести какой-то чертеж или использовать какой-то фоновый рисунок, чтобы под него подстроить объект. Сейчас такого нет. То есть я продемонстрирую это. Значит, Alt-B я нажал. Если вдруг вы хотите не через комбинацию, то это можно всегда делать, вот челкнув по значочку плюс, зайти в конфигурацию окна проекции, и здесь выбрать самостоятельно закладочку Background. Значит, давайте переключимся на режим Use File, использовать файл, и загрузим наше изображение. Я сейчас воспользуюсь временным изображением, которое я скачал из интернет. Это просто для демонстрационных целей. Итак, вот файл выбран. Мы выбираем параметр Match Bitmap для того, чтобы наше фоновое изображение загрузилось в окно проекции в пропорции нашей картинки. И нажимаем Apply to Active View. Соответственно, наша картинка загружается сюда. Дальше мы можем еще нажать кнопочку OK. В результате как бы окошко закрылось. Раньше, благодаря опции Lock Zoom Pan, мы могли с вами масштабировать. То есть, видите, вот сетка масштабируется, а фоновое изображение остается таким, как есть. Это не очень хорошо, потому что, когда мы с вами создаем 3D-объект какой-нибудь... Сейчас нажму F3, чтобы вы увидели его в затененном варианте. Видите, он смещается относительно этого чертежа, и мы, в принципе, ничего делать не можем. Не очень удобная штука. Значит, есть разные способы, как это можно обходить. Часть из них опубликована как бы в глобальной сети интернет. Я расскажу о тех вариантах, которые мне кажутся удобными, и которые я, например, советую использовать вам. Значит, как мы можем эту проблему решить? Ну, один глобальный вариант, который вообще позволяет вернуть программу 3D Max к тому виду, который объясняется в видеокурсах, то есть тот, который был еще в версии 2011, это следующая хитрая манипуляция. Смотрите, мы можем зайти в меню Customize и выбрать здесь команду Preference, то есть глобальные настройки программы. Здесь, соответственно, мы можем перейти на закладочку с названием Viewports, окна проекции. И вот тут как раз используется Display Driver, опция, которая показывает, какой же видеодрайвер у нас сейчас обрабатывает графику в окнах проекции. Смотрите, мы на базе Direct3D библиотеки работаем, но сама графическая библиотека, которая, ну, скажем так, даже Display Driver, который обрабатывает эту графику, называется Nitros. Вот это новая версия этого видеодрайвера. Вот благодаря ему как раз и есть вот эти изменения, связанные с тем, что картинка не может загрузиться, и в частности, то, что способы отображения объекта чуть поменяли свои названия. Значит, как мы можем вернуться к тому, что было раньше? Здесь кнопочка Choose Driver. Щелкнув по ней, у нас откроется окошко с выбором видеодрайвера. Раскрыв это выпадающее меню, мы увидим здесь несколько режимов. Три первых — это режимы Nitro, то есть, в принципе, ничего не изменится от того, что мы выберем один, второй или третий. Значит, это использование 11-й версии DirectX, это 9-й, но по-прежнему Nitro работает. А вот режим Legacy Direct3D как раз вернет вас к тому режиму Direct3D, который был еще на версии 2011-й. И вот он как раз вернет все, касаемо интерфейса и окон-проекции, к этому виду. Давайте его сейчас применим. В AdWords Settings мы, наверное, пока заходить не будем. Нас он не особо интересует. Так, проверим, точно ли мы выбрали. Ага, да. Legacy Direct3D. Окей. Программа нас предупреждает о том, что изменения вступят в силу после перезапуска программы. Поэтому, соответственно, давайте мы сейчас программу перезапустим. Я на время остановлю видео и вернусь к вам буквально через несколько секунд. Итак, программа перезапустилась. И сейчас, если я зайду снова сюда в меню Customize, команду выберу Preferences, и выберу закладочку Viewports, окна проекции, вы увидите, что сейчас у нас стоит наш другой видеодрайвер. Теперь настройка этого видеодрайвера делается вот здесь вот в кнопочке Конфигурация драйвера. Щелкнув по ней, мы с вами откроем менюшку, где в частности можем выбрать размер текстур, который будет загружаться у нас в фоновое окно проекции, или поставить галочку Использовать максимальный размер, такой, какой есть в файле. Это уже на ваше усмотрение. Теперь смотрите, режимы отображения у нас стали такие же, как такие, о которых рассказывалось в видеокурсе Smush Highlights и прочие другие вещи. Все это присутствует. И теперь, если мы используем с вами комбинацию Alt-B для загрузки фоновой картинки, смотрите, у нас появилась опция Lock Zoom Pan. То есть теперь, если мы загрузим сюда файл, эта опция у нас будет присутствовать, и мы, соответственно, сможем воспользоваться ее возможностями. Так, выбрали Match Bitmap, поставили Lock Zoom Pan, нажимаем ОК. Фоновая картинка вроде бы как загрузилась, все в порядке, но лично я столкнулся вот с какой интересной вещью. Вроде как перемещение работает, теперь все в порядке, но стоит сделать зуммирование. Смотрите, у меня какое-то неадекватное получается зуммирование. Не буду говорить, как будет себя вести она у вас. Попробуйте, можете в комментариях отписать. Лично я столкнулся с тем, что вот мой видеодрайвер как-то вот так вот неадекватно с ним работает. То есть, в принципе, несмотря на то, что вроде бы режим есть, вроде бы опция присутствует. Вот я создаю объект, переключаю затененный вид, но тем не менее при зуммировании происходит тоже ерунда. То есть, это не совсем то, что было на Nitro, но почему-то сейчас как-то не совсем полный адекват. Посему есть такая штука. Если вы хотите вернуться к вот такому способу отображения, который был один в один в курсах, вы можете воспользоваться этим способом. Но единственное, посмотрите, будет ли у вас работать этот режим. Минусом этого режима является то, что мы не можем использовать все те навороты, которые дает нам режим Nitro. Это там реалистичное отображение объектов. Даже в окне проекции здесь этого нет. Поэтому, если вдруг у вас будет такой же неадекват, как и у меня, то, в принципе, нет смысла возвращаться к старому способу отображения графики. А будет иметь смысл разобраться в том, какие альтернативные пути мы можем использовать, чтобы и в новой версии видеодрайвера у нас работало все как нужно, и мы получали нужный эффект. Поэтому давайте я сейчас вернусь обратно к тому видеодрайверу, который у меня был по умолчанию. Для этого я снова захожу в Customize Preference, захожу на закладочку Viewports, и вот здесь выбираю Choose Driver, выбор драйвера. В этом окошке, которое открылось, кнопочку Revert from Direct3D. И здесь уже в этом окошке, которое нам было уже знакомо, мы выбираем снова Nitro, Direct3D 11, то, что нам рекомендует программа. Опять-таки, нам с вами придется программу перезапустить, и буквально через несколько секунд мы поговорим о том, как же в новой версии мы с вами можем менять, работать с окнами проекции, так как нужно нам, чтобы это соответствовало тому, что было в уроках. Так, друзья мои, вот моя программа снова вернулась к тому первозданному виду, который у нее и был. Если мы снова зайдем в настройки и посмотрим на то, каким видеодрайвером обрабатывается у нас графика в окнах проекции, это будет Nitro на 11 DirectX. Все замечательно. Значит, теперь к вопросу о том, как же мы можем все-таки использовать тот метод создания, когда нам нужно загрузить картинку в качестве фона и иметь возможность ее зумировать. Я бы воспользовался таким альтернативным вариантом. Вот смотрите, давайте еще раз откроем это изображение, но уже просмотрщики картинок. Вот как оно выглядит, но я вам показал его для того, чтобы вы обратили внимание на вот этот вот уголочек, и мы посмотрели с вами размер нашей картинки. 2862 пикселя на 1983 пикселя. Вот эти размеры нам сейчас понадобятся для того, чтобы мы с вами имели возможность здесь с ним манипулировать. Значит, что я делаю? Смотрите, я создаю на нашей панели команды в категории Create геометрия, стандартные примитивы, создаем обычный plane, плоскость. Дальше в настройках этой плоскости давайте зададим ее следующим образом размеры. Количество сегментов уберем. Нам не нужно, чтобы там какой-то был полигонаж. А вот ее параметры длины и ширины давайте поставим в соответствие вот этому вот изображению, которое у нас здесь сделано. Итак, 2862. А для верхнего поля 1983. Не захотел. Ничего. Мы так тебе сделаем. 2862. Отлично. Вот смотрите, наш plane сейчас в размерах, даже, скажем так, не то чтобы в размерах, а в пропорциях, задан в соответствии с изображением. Обратите внимание, я здесь писал числа таким образом. Вы тут можете сами произвольно выбирать значения. Это может быть там 198,3, там 1,983. Как вам удобно. Самое главное, чтобы пропорции, то есть соотношения сторон были правильные. Да, наше изображение будет один не в один в масштабе, но мы потом, когда создадим уже объект в 3D, сможем его подогнать под нужный масштаб. Поэтому вот эти числа задаются произвольно. Самое главное, пропорции, чтобы у нас были правильные. Именно поэтому я как раз и пользовался вот этими значениями, чтобы правильно вписать значения сюда. После того, как мы это с вами сделали, я включаю инструмент перемещения, клавиша W, и правой кнопочкой мышки щелкаю здесь вот на этих спиннерах, для того, чтобы координаты сбросить в ноль. Отлично. Воспользуюсь окном проекции перспектива, подъеду немножко к нему поближе, и сейчас буковкой M вызову редактор материалов. У меня открывается такая версия редактора материалов. Давайте сейчас временно переключимся на компактную, чтобы она чуть меньше интерфейса у нас занимала. У нас есть здесь заготовки, и мы один из материалов заготовок перетаскиваем на наш плейн. Соответственно, теперь видим, белые засечки появились, показатель того, что нашему плейну присвоен этот материал. И в настройках этого материала он выделил у нас белая рамочка вокруг него, значит, внизу это его настройки. В параметр диффузионного цвета, щелкая сюда, мы с вами загружаем в категории битмов растровый файл, и в открывшемся окошке выбираем путь к нашему файлу. У нас загрузилась текстура в канал цвета. Вот на материале это уже видно изменение, мы можем два раза щелкнуть, он откроется там в более крупном окошке, размер которого мы можем подстроить, если нужно. Это визуально больше нам интересно. Теперь для того, чтобы наша карта отобразилась, все, что нам нужно, так это в настройках нашей карты. Мы сейчас именно здесь находимся. Включить эту вот опцию, показывает нашу текстуру в окне проекции. Как только мы это сделаем, она у нас, соответственно, загрузится, и вот теперь у нас с вами есть вот такой вот плейн, который показывает нашу текстуру. Значит, какие еще доработки, улучшения мы можем с вами здесь сделать? Было бы хорошо, чтобы эта фоновая картинка не мешала нам создавать объект, например, поверх этого чертежа. Поэтому, во-первых, имеет смысл этот плейн немножечко опустить ниже, чтобы он, скажем так, был у нас снизу, и при моделировании, например, на виде сверху, мы, соответственно, видели этот объект так, как нам будет нужно. Поэтому, что мы с вами сделаем? После того, как я его опустил вниз, я сделаю еще несколько хитрых манипуляций. Я перенесу его на отдельный слой. Я для этого вызываю редактор слоев кнопочкой Manage Layers. У нас сейчас все объекты на нулевом слое. При выделенном этом объекте плейне я создаю новый слой. У меня этот объект сразу заносится на мой этот слой Layer 1. Давайте его переименуем. Развиваем его чертеж. И активность переключим обратно на нулевой слой, чтобы новые объекты, которые создавались, не создавались у нас на этом слое. Что мы делаем дальше? Мы выделяем наш плейн, щелкаем по нему правой кнопкой мышки для того, чтобы зайти в его настройки Object Properties. В его настройках в категории Display Properties, то есть то, как он будет отображаться, мы вместо категории By Object, то есть когда эти параметры задаются пообъектно, меняем его на опцию By Layer. Это значит, что теперь в зависимости от того, какому слою принадлежит этот объект, оттуда он и будет брать свои настройки. Нажимаем ОК. Эти настройки, видите, для объекта заблокировались. И доступны они теперь в настройках слоя. Для этого выбираем здесь вот в менеджере слоев наш слой правой кнопкой мышки и опцию Layer Properties настройки слоя. Здесь мы с вами можем поставить в категории Display галочку опцию, вернее, Shaded. Это значит, что несмотря на разные режимы отображения, этот слой и все объекты, которые на этом слое находятся у нас, они всегда будут в затененном виде, то есть они всегда будут показывать рисунок. Я продемонстрирую, если этого не будет, если стоит обычный режим Viewport, который стоял, стоит мне, например, нажать клавишу F3 для того, чтобы перейти в каркасный режим. И у меня также этот Plane, потому что это часть геометрии, он тоже становится, видите, каркасным, то есть я не вижу текстуры, я не смогу моделировать. Вот эта проблема как раз решается благодаря вот этой опции в настройках слоя. Ставим галочку Shaded и нажимаем ОК. И теперь даже, когда я нажимаю F3, смотрите, у меня стал режим Wireframe каркасный, но здесь текстура отображается так же, как и должна отображаться. То есть все в порядке. Теперь я могу моделировать. Если я на виде сверху начну создавать объекты, у меня все будет прекрасно. Я вижу объекты. Да, единственное, смотрите, какой интересный нюанс получается за счет того, что это геометрия, у нас тень отбрасывается. Но если вас это смущает, вы можете всегда с режима Realistic переключиться на Shaded, тогда, соответственно, тему тень уйдет. Или просто даже, если вы остаетесь на режиме Realistic, вы в настройках окна проекции можем с вами отключить параметр тени. Это тоже решит проблему. Теперь, несмотря на то, что мы переходим в каркасный режим, смотрите, у нас все равно с вами чертеж остается отображаться так, как надо, и мы без проблем можем с вами работать. Еще одна полезная опция для того, чтобы случайно не сдвинуть наш фоновый слой, вот этот наш, вернее, не фоновый слой, а объект на фоновом слое, ведь он сейчас может быть нами выделен и сдвинут, имеет смысл его заморозить, причем заморозить весь слой. Если мы с вами в редакторе слоев это сделаем, у нас вот какой происходит момент, в виде замораживается слой, замораживаются все объекты. Чтобы такого не происходило, нам нужно в настроечках слоя поставить, вернее, снять опцию Show Frozen in Gray, которая обозначает, что нам нужно показывать замороженные объекты в сером цвете. Когда мы эту галочку снимаем, несмотря на то, что слой заблокирован, теперь я не могу выделить этот объект, но тем не менее, текстуру я на нем вижу полноценно. Еще одна манипуляция, которую я также могу сделать, для того, чтобы моя текстура отображалась лучше в каркасном режиме, смотрите, если у меня выделен объект, в максе по умолчанию в каркасном режиме выделенные объекты показываются белыми, он на этом белом цвете, на этом белом фоне теряется, его плохо видно. Поэтому мы можем сделать небольшую манипуляцию с нашей текстурой. Я нажимаю снова букву M, чтобы вызвать редактор материалов, теперь я перейду с компактной версии на расширенную версию. Моего материала здесь нет, давайте его сюда загрузим, я вот здесь вот в списке Material Map Browser, опускаюсь вниз, тут те же самые слоты вон внизу отображаются, я перетаскиваю сюда левой кнопочкой мышки, как instance, как клон, перетаскиваю мой материал, чтобы увидеть его нодовую структуру, то есть вот мой материал, вот карта цвета, которая текстуру загружает, загружает в канал диффузионного цвета. Так вот, для того, чтобы сделать небольшие манипуляции, я сюда добавлю еще одну карту. Щелкаю для этого правой кнопкой мышки в категории Maps, выбираю карту Color Correction. Интересная очень карта, я раньше никогда о ней не рассказывал, ее не было в 11 версии Max, она шла как дополнительный плагин, а не так давно она стала частью программы 3D Max. Фактически, эта карта это такой мини-фотошоп внутри программы 3D Max. Почему мини? Потому что самые основные команды здесь есть, всех манипуляций, которые позволяют делать фотошоп, конечно, нельзя сделать, но, если мы зайдем в эту карту, щелкнув по ней два раза, мы увидим здесь в настроечках большое количество опций по цветокоррекции изображения, которые мы можем применять. Например, мы можем обесцвечивать наше изображение, делать его монохромным, инвертировать, делать какие-то кастомные, то есть произвольные манипуляции с каналами цветов, мы можем корректировать Hue, Saturation, насыщенность, яркость, подкрашивать нужным цветом, мы можем Brightness, Контраст делать, есть еще режим Advanced, более продвинутые манипуляции с параметрами яркости, контрастом. Поэтому очень удобно. Вот, например, если мне сейчас нужно его затемнить, это мое изображение, совсем не обязательно пользоваться каким-то редактором растровой графики, тем же самым Photoshop, а можно воспользоваться этой картой. То есть, что я делаю, я теперь вместо напрямую подключения к материалу, я текстуру подключаю на вход этой карты, Color Map, на вход Map, а вот выход уже переподключаю сюда обратно в диффузионный канал. То есть, получается вот такая вот структура, текстура обрабатывается здесь, и дальше обработанный результат подается в материал уже на канал цвета. Чтобы видеть, что я буду делать, я открою здесь мою текстуру. Ага, сейчас, видите, отключился он, по всей видимости, из-за того, что отключилось отображение показа текстуры в окне проекции. Поэтому давайте сейчас это мы сделаем. Это можно вот выделить карту, и вот здесь вот в настроечках еще раз выключить эту опцию. Тогда текстура у нас будет отображаться снова. Из-за вот этого переподключения это произошло. Хорошо, теперь смотрите, у нас подключен Color Map, мы можем зайти в его настройки и поиграться немножечко с этими двумя опциями Brightness, Contrast. Давайте мы затемним наше изображение и немножко усилим контраст его. Здесь у нас изменения происходят, мы можем это увидеть вот по этой миниатюре. Я два раза по ней щелкнул, чтобы она стала больше. В окне проекцию он сейчас не хочет перерисовать. Возможно, это связано с тем, что у нас заморожен слой. Давайте посмотрим. Что, может, давайте попробуем тогда отключить текстуру, включить ее отображение в материале. Так, а может, он такой и есть. Может, я просто от него много требую. Давайте попробуем дальше делать манипуляции, посмотрим, как это у нас будет менять наше изображение. Не, да, все правильно. Он таким просто отображается здесь. Там мне показалось, что обновление не происходит. Все нормально. То есть я вот уменьшаю Brightness в самый низ и, соответственно, поднимаю контраст, насколько максимально могу. Вот. Таким образом у меня становится более темный мой фон. И тогда, видите, даже когда объект выделен белым цветом, я все равно четко вижу контуры и легко могу манипулировать. Я верну команду Freeze. Так, отлично. Вот что у нас получилось. Если нужно, мы всегда в настройках материала можем еще сделать текстуру более яркой за счет увеличения параметра Self-Illumination, поднять его в 100% значение. Тогда материал будет использовать функцию самосвечения, и мы тем самым лучше увидим с вами текстуру. Значит, где управляется качество текстурой в новом видеодрайвере Nitro? Это делается не совсем там, где это делалось раньше. Раньше мы это делали в настройках видеодрайвера. Здесь Customize Preference, Viewport, но сейчас эта кнопочка здесь недоступна. Эти опции переехали вот сюда. Вот щелчком плюсик, образ, выбор команды, конфигурация окна проекции. Мы здесь с вами можем найти свиточек с названием Display Performance. Это опции, связанные с качеством отображения текстуры. Вот смотрите, здесь в категории вот TechChamp текстурные карты, потому что сейчас эта текстура загружается как текстура нашего материала, как текстурная карта, стоит значение 1024. Это значит, что какую бы текстуру не загрузили, например, в нашем случае мы с вами загрузили большое изображение, почти 3000 на 2000 пикселей, но тем не менее, он все равно показывает текстуру, как будто ее максимальное разрешение 1024 пикселя. Если нам нужно с вами увеличить это значение, мы здесь можем его увеличить, например, 2048 написать, нажать кнопочку Apply, и тогда, соответственно, качество текстуры нашей поднимется. Вот. Вы можете еще больше поднимать. То есть чем больше текстура ваша, тем, соответственно, больше вы можете здесь задать значение. Но тоже будьте аккуратны, потому что чем больше здесь стоят значения, тем, соответственно, меньше текстур вы сможете загрузить, потому что память-то видеокарты ваша не резиновая. Если вы загружаете больше больших текстур, соответственно, вы их определенное количество сможете загрузить. Маленькие текстуры меньшего размера вы можете в большем количестве загрузить память. Поэтому с этой опцией нужно экспериментировать каждый раз. До безумия доходить не стоит. Хорошо. Вот, в принципе, то, что вы теперь можете делать в новом видеодрайвере. То есть даже несмотря на то, что у нас здесь могут быть какие-то проблемы, связанные с тем, что старые версии не работают при подключении, но, как вы увидели, вот таким вот способом мы снова можем эту проблему решить. Итак, вы сможете загружать в окно проекции любые изображения, которые сможете обводить, перерисовывать. В принципе, никаких проблем у вас быть не должно. То есть это будет актуально как для курса основного по пакету 3D Max, профессионал в 3D Max за 2 месяца, так и для видеокурсов по продвинутому моделированию, где мы создаем динозавра, жукан, когда мы загружаем эти изображения в качестве фона в окна проекции. То есть все эти методы, техники и подходы будут работать и там точно таким же образом. Поэтому вот, соответственно, что вы можете применять для того, чтобы решить проблему с окном проекции и с загрузкой фона. Теперь вы это знаете. Теперь вы, соответственно, несмотря даже на то, что в видеоуроках немножко отличается принцип, как эти все знания вы можете применять. Сейчас вы понимаете, как альтернативно обойти ту проблему, которая возникает в видеокурсе. И дальше сможете создавать это самостоятельно. Хорошо. На этом тогда у меня все по первой части, которую я вам хотел рассказать. Я подготовлю через какое-то время еще одно видео, где расскажу еще о некоторых изменениях, которые появились в новых версиях. И вы, соответственно, сможете использовать курсы, которые предоставляет наш проект cgscope.com. Использовать их более продуктивные, получать максимум из них. Соответственно, те знания, которые там рассказываются, будут вам актуальны и в новых версиях. Хорошо. Тогда на сегодня у меня все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Буду рад услышать ваши комментарии, прочитать ваши комментарии внизу под этим видео. Но если вы считаете, что этот материал был полезен, пожалуйста, ставьте лайк. Я тогда буду знать, что вам тема эта интересна. И буду и в будущем стараться вам подготовить остальные видео уроки в скором времени. Чтобы вы максимально продуктивно и эффективно, используя наши видеокурсы, смогли изучить пакет 3D Studio Max и использовать его для достижения своих целей, своих задач. Кто в работе, кто в качестве хобби. Хорошо. На сегодня у меня все. Хорошего всем дня. Счастливо и до связи. Пока-пока. Пока-пока.